Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке будет 12-струнная гитара. Поскольку хотелось испытать, скажем так, новые чувства от гитары. Но и заодно попробовать, что это такое. Ну и таким образом поделиться с вами. Возможно, кому-то будет полезно. Приступим к распаковке. Так, собственно, вот она наша сама коробочка от G&D Guitars. Это сама фирма Music Store. Да, вот она наша 12-струнка, собственно. Сейчас мы ее распакуем. Так, это у нас анкер-ключ. Анкер-ключ, да. Им пользоваться, конечно, мы не будем пока. Так, вот так все красивенько на резинку сделано. Но такого я еще не видел. Но это, наверное, специально, потому что башка у этой гитары больше. Поскольку и струн больше. Да. Да, собственно, снимем нашу упаковочку. И посмотрим. Так, струны тоже у нас запакованы. Вот такой вот пергамент. Скажу я вам, за свои деньги она выглядит достойно. Да. И в дальнейшем проверим, как же она звучит. Достойно ли она звучит. Так, собственно, откроем сами струны. И посмотрим, как же это все выглядит. Так, открыли. Тут у нас, собственно, было все на скотч приклеено. Снимаем. И вот такая вот она у нас красивенькая. Да, для разнообразия советую и вам попробовать. Если у вас есть такая возможность, конечно. Но покупать на постоянную основу я вам не рекомендую. Поскольку такие гитары являются, как правило, такими инструментами, которые служат вам разнообразием в плане игры на гитаре. Всем пока давно известно, ты не твой сильный герой. Но девчокам, если честно, не соскучится с тобой. И отбросив все сомнения, ты шагнул мне и сказал, Я такой, как вы, не видел, но всегда о вас мечтал. Такие девушки, как звезды, светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, светят в небе до утра. Как она. Да, собственно, вот такая вот гитарка нам сегодня поступила. Как говорят, 12-струнная гитара – двойное удовольствие. Поскольку в нормальной гитаре, как вы, наверное, уже знаете, 6 струн, а у этой 12. И звучат они практически в унисон. Да, и есть еще такой момент, когда долго играешь на какой-то гитаре, как всегда хочется попробовать что-то новенькое. Так скажем, разнообразить свое творчество. Да, эта вариация 12-струнной гитары является бюджетной, поскольку она стоит в районе 100 евро. То есть даже хорошую 6-струнную гитару я бы себе на постоянную основу не стал бы брать. За такую сумму. Ну, для начинающих 6-струнную гитару за эти деньги взять можно. Но не рекомендую брать, если вы начинающий, брать вам 12-струнку, поскольку эти гитары являются именно для разнообразия. Учиться на ней вам будет действительно сложно. И даже опытный гитарист, не сможет на ней, скажем так, не имевшим опыта с 12-струнной гитарой, не сможет так же виртуозно играть на 12-струнной так же, как на 6-струнной. Да, если вам понравилась сама гитара, у них есть даже 6-струнные варианты. Ну, а если бы все-таки решили разнообразить и приобрести себе 12-струнную гитару, то, в принципе, пугаться не стоит. А принцип игры и настройки... При настройке, в принципе, есть некоторый геморрой. И да, принцип игры такой же, как и на 6-струнной гитаре. При этом надо зажимать сразу 2 струны. Именно поэтому они находятся близко друг к другу, чтобы было удобно зажимать. Особенности 12-струнной гитары, это, скажем так, большие гитары с усиленным корпусом, поскольку струн у них больше, и для этого, как бы, делают обычно усиленные корпуса. И в основном только дредноут или джамбо. Да, расскажу о некоторых преимуществах 12-струнной гитары. Это, собственно, за что ее любят, это мелодичный и насыщенный звук. Эффект, как бы, аккомпанирования в две гитары одновременно. То есть в унисон, как будто звучат две гитары. И самое главное, это разнообразие в вашем творчестве. А теперь поговорим про недостатки. Эта гитара требует большей силы пальцев. То есть нужно постепенно привыкать к игре на этой гитаре. Если вы, допустим, играете на классическом инструменте, с нейлоновыми струнами, и вдруг решили взять 12-струнку, в основном они на железных струнах, это первое, и 12-струн, вам придется зажимать больше струн одновременно. И тем самым придется давать больше усилия на сами пальцы. Звук у 12-струнки немножечко тише, чем у 6-струнки. Самое главное, если вы хотите играть не просто боями на этой гитаре, а перебором, то это не так просто сделать, как на 6-струнке, поскольку требуется большая точность при нажатии на струны. Поскольку, как я уже ранее говорил, надо нажимать сразу на 2 струны вместо 1. Да, и собственно цена, но не в этом случае, поскольку традиционно считается, что 12-й струнке стоит дороже, поскольку больше струн, больше материала, корпус толще, гриф толще, на все это нужны материалы, но эта гитара является бюджетной, и она стоит 100-110, что-то такое. Да, ну а решать, как всегда, вам, я просто какой-то хрен из интернета, и я не вправе заставлять вас выбирать именно эту гитару или какую-то другую. И да, с вами, как всегда, был Дядя Бен. Живаю вам всего хорошего и до свидания.